Что-то эта пауза, которая была перед домашней серией, как-то очень плохо поприял на команду и до сих пор не получается в эти договоры. Ну, да, вы правы, эта пауза как-то нас наломила. До паузы была одна команда, после паузы какая-то совсем другая. Сейчас и шайба не идет в ворота. В хоккейном боксе видят, наверное, где-то мы недоработали, может быть, не знаю. Хотя, с моей стороны, как я вижу на своих партнеров, не было такого, что мы где-то недорабатывали. Все готовились, но сейчас что-то у нас не получается, надо как-то решать эту проблему, выбираться. Все вместе, другому не получится. Сегодня совсем не получилась концовка второго периода, когда Слад пропустил сразу три, и игра, в принципе, уже была, наверное, сделана после этого. Да, раз, два, три, и все. Это какой-то отрезок как раз-таки переломный был, где мы где-то там не сменились, поднаелись, нам раз забили, поймали на пересменке два. И да, потом было уже тяжело из этого выбираться, потом старались, но уже пятый гол там старались забить, но они убежали, забили. Может быть такое, что Словату тяжело играть первым номером, потому что на выезде были добыты победы над серьезными соперниками, а вот там в игре с Амуром, опять же, все довольно плохо уже, ну и с Амуром второе поражение подряд. Да я бы не сказал нам, что мы первым и вторым номером, мы играем от... Если мы оброняемся, должны все пятером оброняться, помогать друг другу, выводить шайбу из зоны. Если атакуемся, то, соответственно, пятером мы атакуемся. У нас нет такого-то, что мы отдаем шайбу и ждем контратаки. Мы играем по ситуации и друг другу помогаем. Но вот эти вот игры, мы не помогаем друг другу, а играем по одному, что ли, не знаю. Ну, есть какие-то отдельные вспышки, но этого недостаточно, чтобы выигрывать и забирать такие важные очки. Спасибо. Спасибо.